Сегодня перед вами культурная икона, физический образец, полемист, искусный оратор, чемпион. А рядом с ним сегодня сидит Эндрю Тейт. Как же ты ловко, а? Мне понравилось. А я тут такой типа сижу, соглашаюсь со всем. Ну ладно, принимается. Как ты, дружище? Все в порядке, как сам? Отлично, Маша Аллах. Поздравляем тебя с принятием ислама. Спасибо, друг мой. Знаешь, как мусульманская община искренне рада тебе? Да, тут получился некий раскол. Я получил огромную поддержку. Понятно, что есть люди, которым эта идея не понравилась. Когда ты посвящаешь себя какому-то предмету, а люди придерживаются иной определенной идеи. То поляризация в какой-то мере неизбежна. Я думаю, что если судить по онлайн-пространству, то тебе может так показаться. Но на самом же деле, все совсем не так. Я бы сказал, что большинство людей, 80-90% абсолютно рады этой новости. Просто у меньшинства очень громкий голос. Да в том-то и дело. В этом и проблема с интернетом в целом. Не только в отношении ислама, а интернета в целом, где меньшинство имеет достаточно громкий голос и может показаться многочисленнее, чем на самом деле. Тут я соглашусь. И мне приятно это слышать. И причина твоей правоты еще и в том, что в моем случае то же самое появляется и касательно других тем. В онлайн у меня целые группы хейтеров, не согласных со мной, а по жизни у меня доходило до 30 тысяч разных контактов, и ни один не был негативным. Можно просто с ума сойти, как это голосистое меньшинство становится рупором в социальных сетях. Надо учесть, что самое главное в том, что ислам полностью стирает все твои грехи. Большинство из подвижников пророка в прошлом совершали самые разные грехи, непристойности и многобожия. Для нас, мусульман, хуже многобожия и быть не может. Как говорится в хадисе пророка Мухаммада, Ислам полностью «юхдимума кабля». Он уничтожает, стирает все, что было ранее. Иными словами, у тебя абсолютно чистый лист бумаги. И если появляются люди, которые пытаются создать тебе трудности, то это уже их проблема. Поскольку в реальности это никак не соответствует Исламу. Это первое. Интересно также, что в Коране есть аят, в котором говорится, что если ты станешь мусульманином, «Тот, кто покается, уверует и будет совершать благие деяния, то Господь заменит его злодеяния на благие деяния». Как тебе такое? Безусловно, приятно слышать такое. Интересно, но я вообще уделяю мало внимания и времени на негативные комментарии. В целом не обращаю внимания. Но что касается данной темы, то многие пересылали мне разные профили тех, кому не понравилось мое принятие Ислама. Но они сами-то не особо следуют Исламу. Вот именно. Как-то смешно даже. Совершенно верно. Я бы хотел начать с того, о чем хочет услышать весь мир. Да. И если честно, это затрагивает и нашу сферу деятельности. Людей, которые говорят об Исламе, призывают к Исламу, отстаивают Ислам и выступают голосом мусульман. А именно, тебя запретили. Да. Откровенно говоря, по-моему, это достаточно злая и брутальная атака. Это живой пример. И ты войдешь в историю. А вопрос звучит так. На каких основаниях все эти социальные сети ввели на тебя запрет? Они не давали мне никаких оснований. Никаких официальных писем, никаких официальных объяснений. Они просто удаляют твой личный профиль, и ты больше не можешь залогиниться. А причина, по которой они не ставят тебя официально в известность, наверное, заключается в том, что они боятся в рамках законодательства попасться на какой-то причине. Ведь если я начну с ними судиться, то они просто будут вилять и по ходу придумывать доводы. Они пытаются изменить правила пользования на ходу. Или даже потом. Поэтому... Извини, просто отложите в сторону. Так вот, официально мне никто не давал никаких причин для запрета. Поэтому я толком не понимаю и не знаю. Я понимаю довод, который они нашли, и знаю, что все это ложь. У меня есть свои теории, почему они запретили меня. Но сами они ничего не сказали о причине, просто удалили профиль. Но вот, например, Ютуб. Большинство продюсеров контента знают, что есть определенные правила для сообществ. Так? Есть правила о защите прав. Например, если кто-то нарушает эти условия, то им приходит предупреждение, затем второе и третье. И ты утверждаешь, что этот процесс не был применен по отношению к тебе? Верно. Абсолютно не был. Мне не приходили предупреждения. Когда меня запретили, все началось с меты на Фейсбук и Инстаграм. Совершенно синхронно появился длинный пресс-релиз в СМИ, в котором была приведена какая-то мега-причина, как основание моего запрета. Конечно же, это была ложь. Я знал, что запрет не минуем. Мы еще поговорим об этом. Но уже потом, по странному совпадению, я получил первое предупреждение на своем Ютуб-канале. Предупреждение в сообществе? Какое-то предупреждение о старом видео, в котором я высказываюсь о масках, называя маски глупостью, когда нас охватил COVID-19. Очень старая запись. Они отправили мне предупреждение, и я 7 дней не мог ничего публиковать. Тогда я записал свой ответ на первое предупреждение, а через 5 дней, уже к концу штрафного времени, я еще не успел ничего опубликовать. Как безо всякого ведома, весь канал был полностью удален. Смешно даже то, что канал не был под моим именем. Да, на канале был я, но он был не под именем моего продюсера. Официально он не был моим каналом. След и канал моего брата был удален. Просто какая-то атака. Все удалено. Да и правила сообществ настолько размыты, что непонятно, что они значат. Пытаешься их прочесть, словно какой-то бред. Никакого смысла. Я следил за спорами в онлайн по этому вопросу. Один из опорных столпов западной цивилизации, как мы знаем, это свобода слова. Да. Но их основным контраргументом является то, что YouTube и все остальные являются частными компаниями. Тут спрашивается, если они частные, почему же они ведут себя так, когда у них куда больше возможностей отстаивать свободу слова, чем у государственных? Да. Такое впечатление, что тут просто какое-то Оруэлловское государство. Перед нами некая полиция мыслей. А не пугает, что эти элиты, что бы они себя не представляли, могут просто принять решение и удалить кого-то в YouTube? Да и не просто пугает. Поэтому я постоянно и говорю о Матрице в своих видео, пытаясь объяснить, что мы живем в ложной версии реальности. Мы живем в симуляции, с генерированной компьютерами. Компьютеры, они же социальные СМИ, компании, генерируют версию реальности, не являющуюся действительностью, полностью удаляя аргументы одной стороны, предоставляя факты в кавычках, в которых ложь, удаляя информацию, которая достоверна, и оставляя на усмотрение алгоритмов, какую информацию вам следует видеть, а какую нет. Они в буквальном смысле меняют мир, в котором мы живем. И сегодня в мире есть люди с таким складом ума и мировоззрением, которые являются результатом подачи ложной информации, результатом конструкции с проектированной операторами соцсетей. Мы живем в матрице, в весьма искаженной версии реальности, и это пугает. И все этого много может оказаться более пагубным, чем, скажем, классическое тоталитарное государство. Во всяком случае, в тоталитарном государстве никто не скрывает степень власти. А при таком раскладе создается иллюзия свободы. Делай, что хочешь. Просто они контролируют идеологические установки иначе. Совершенно верно. Я думаю, что в большинстве тоталитарных государств, да и вообще на этой планете, свободы слова нет нигде. Просто в некоторых странах ты знаешь, что можно говорить, а что нельзя. И все предельно ясно. Если я окажусь в России, мне будет понятно, о чем следует говорить, а о чем нет, чтобы не искать себе приключений. На Западе мы делаем вид, что все иначе. Мне кажется, что чаще они позволяют тебе затрагивать определенные темы, пока ты не достигнешь определенной степени влияния. И тут ты начинаешь их пугать. Тут даже не столько, что ты говоришь, а насколько влиятельен твой голос. Да, и в моем случае тут не столько, что я говорю, а сам факт, что я стал монументально популярным. А если ты монументально популярен и держишь огромную долю молодежного контингента, заинтересованного в твоих высказываниях, и если ты еще не продал свою душу политике, то они видят в тебе огромный противовес своим методам и целям. Так что, парень, тебе пора уйти. Я считаю, что в Западном мире ты можешь оказаться жертвой своего личного успеха. Тогда разреши мне задать тебе последний вопрос по этому пункту. Ты называешь его матрицей, а можно еще назвать его либеральным мировым порядком. Скажем, ЛМП, или как пожелаешь. Безусловно, это инструмент контроля. У них есть свои идеологии. Либерализм, например, вторая волна феминизма, который нам просто суют в лицо. Да. И ты, по всей видимости, говорил о вещах, которые прямо противоположны этому, что во многих отношениях можно считать причиной их запрета, если говорить откровенно. Я вообще против этой идеи либерализма или толерантности в целом. Во-первых, потому что они лицемеры. Потому что эти люди не проявляют толерантности. Люди, которые говорят о либерализме и толерантности, хотят, чтобы мы выглядели иначе, но думали одинаково. А если ты думаешь иначе, то ты сразу становишься негодяем. Им нравится идея, что все отличаются внешне, чтобы можно было сделать вывод, что мы все такие разные и толерантные. Но они хотят, чтобы все мы говорили и думали одинаково. И как только ты переступаешь за черту заранее утвержденного ими сценария, они тут же перестают быть толерантными и им уже неинтересно разнообразие мышлений. Поэтому, во-первых, это лицемерие. А во-вторых, жизнь научила меня, что проще всего заставить людей смириться с чем-то отстойным, это посредством троянского коня. Нужно сделать это как-то незаметно. Даже Сенат так работает, даже правительство. Они вам скажут, зеленый законопроект по охране окружающей среды. И где-то на 84-й странице мелким шрифтом будет предложение повысить им всем зарплату. Но ведь ты не хочешь выглядеть негодяем, выступающим против охраны природы. И они его просто подсовывают. Тут все не так просто. А если проголосуешь против охраны природы, то ты злодей. СМИ тебя загрызут. И тебе не нужно будет сидеть и доказывать, что согласно странице 84-й депутаты пытаются отпилить себе 45% бюджета. И ты уже распинаешься. Вот так они действуют. Используя всяческих троянских коней, используя все эти трояны, называйте как хотите. Но даже чистые политические программы, казалось бы, простые вещи, они тоже превращаются в оружие. Как ты уже сказал про вторую волну феминизма, либерализм и прочий бред. На первом месте и самое опасное это идея толерантности. Просто сидеть и обсуждать толерантность стало настолько любимым занятием, что никто уже не может выйти и заявить «Я не толерантен. Ты будешь похож на негодяя». Но когда вам говорят о толерантности и доводят толерантность до абсолютной деградации, с которой следует смириться, тогда вам лучше проявить нетолерантность. Как можно быть толерантным проявить толерантность к тому, что вашим детям вообще не следует видеть? Как можно быть толерантным к развалу общества, если они будут сидеть и утверждать, что лучше толерантности ничего и быть не может, а их трояны станут разрушать то, как люди взаимодействуют между собой? То я сомневаюсь, что толерантность это что-то хорошее. Да, именно. Они просто присвоили этот термин и видят все в рамках своего контекста. Один политический мыслитель по имени Мумба сказал очень интересные слова. Он сказал, что Запад соблюдает совсем не моральную последовательность, а стратегическую. Получается толерантность в рамках определенных границ среди каких-то подгрупп, а потом при надобности она становится колонизаторской или цивилизаторской миссией, как в случае с войной в Ираке, например. Все таки есть. Если взять всю внешнюю политику Запада, то они постоянно твердят нам «Мы за демократию, мы за свободу», несут какой-то бред. Но в действительности они поддержат ту сторону, какую им надо, независимо от того, демократическая она или нет, независимо, какая там команда. Ты просто попал в точку. Все сводится к выгодной стратегии, и у них нет ни нравственности, ни нравственных ценностей. Они просто сидят и пытаются прийти к наиболее выгодному стратегическому решению и осуществить его. Вот вам и внешняя политика Запада. По-моему, это происходит во всем западном мире. Но сама идея, когда я слышу разговоры о толерантности, я слышу, и я уже знаю, чего они добиваются. Они говорят вам, «Это зло, это неприемлемо, а ты нетолерантный, только потому, что ты не терпишь зло». Должен же настать момент, когда все общество встанет, или кто-то встанет и заявит, «Я человек, и я не терплю определенные вещи». А что, если кто-то вломится в мой дом и начнет готовить себе ужин? Я скажу, «Тормози, ты вообще кто такой?» «Будь толерантным». Не буду. Что это вообще за черт? Ну, смотря что он готовит. Нет, но нужно провести какую-то черту. А причина, по которой они никак не угомонятся – толерантность, разнообразие, инклюзивность, толерантность, толерантность, толерантность. Совсем не потому, что они пекутся о людях разных рас или вероубеждений. Явно не вероубеждений, потому что инакомыслие запрещено, это первое. А потому что они хотят, чтобы ты успокоился, проглотил таблетку, позволил им промыть тебе мозги и больше не отстаивал ничего. Вот и все. Иронично, но они используют толерантность, пытаясь манипулировать тобой. Совершенно верно. Именно этим они и занимаются. На самом деле, я пытаюсь найти хотя бы одну идею, которую бы практиковали и воспевали главные СМИ, которая не являлась бы попыткой манипуляции. Все, за что бы они не хватались и в чем бы они не пытались вас убедить, является попыткой манипулировать вами. Я не могу найти ни одну. А зачем им тратить эфирное время? Они вполне смышленные и понимают, что интернет развивается, и люди проводят больше времени в независимых ресурсах. Они перенимают информацию друг от друга. Они постепенно стараются. И я сейчас не хочу слишком погружаться в тему. Возьмем просто два последних года. Они все еще рулят миром. И они доказали это на «обычной простуде» в кавычках. Они по-прежнему полагают. У нас же есть эта медийная машина. Среднестатистический человек ежедневно просматривает по шесть минут нашей пропаганды. Они не могут потерять эти шесть минут, дружище. Они думают над политической повесткой. Им нужно разложить все по пунктам. В чем нужно убедить людей? Первое, второе, третье. Они же не будут просто сидеть и говорить нам правду. Это будет пустой тратой времени. Абсолютно. Я хотел бы спросить тебя, ведь сейчас это достаточно горячая тема, особенно среди мусульманской общины, касательно твоего принятия ислама. Расскажи нам, как это все произошло. Я думаю, что многие, кто уже был подписан на меня, понимают, что я уже долгое время с уважением отношусь к исламу. Я родился в христианской стране и был воспитан христианином. Я всегда уважал ислам. И в итоге мне стало понятно и ясно, что ислам – это заключительная религия на планете. Когда я говорю что-то об исламе, то с учетом того, что я еще новичок, я стараюсь быть немного осторожным. А поскольку я новичок, понятно, что я не ученый. Мне еще предстоит познать многое. Я понимаю, что я все еще учусь. Я не собираюсь сидеть и разглагольствовать про Писание. Я не знаю этого всего. Я пришел научиться. Мы всегда рады оказать тебе поддержку. Спасибо, брат, спасибо. Серьезно. Просто по мне, это заключительная религия на земле. Мне кажется, что другой религии нет. Меня спрашивают, почему ты обратился в другую веру? Но я не чувствую никакого обращения. Такое ощущение, что я всегда знал, что Бог есть. А теперь просто стал религиозным. Они мне, ну ты же и раньше был религиозным. Что значит религиозным? Христианином? А что значит христианин? И кто тогда не христианин? Возьмите христианские страны и просто посмотрите, какой образ жизни они ведут. Заходите в простую церковь. Разве в ней кто-нибудь боится Бога? Кто-нибудь? Нет, конечно. Девочки накануне весь вечер отрывались, а в храм явились лишь потому, что их родители заставили. Словно в религии нет содержания. И потом, ислам очень близко отражает мои личные взгляды. Жизнь меня научила тому, что если у тебя не будет стандартов, и если ты не сумеешь постоять за свои идеи, тебя раздавят. Посмотрите, что сегодня произошло с религиями, которые были не готовы постоять за свои идеи. Их просто давят. И теперь нам преподносят христианство в качестве идеологии, которая говорит, «Мы не можем устанавливать правила, иначе все забросят это дело». А давайте лучше упростим все настолько, что никому не надо будет прилагать особых усилий, чтобы стать христианином. Будем принимать всех, кто бы то ни был, в надежде, что двери храма останутся открытыми навсегда. Для меня это не Бог. Для меня Бог сильный, вызывающий богобоязненность, тот, над кем люди не могут насмехаться, требующий от нас необычных усилий, если мы хотим ему доказать что-то. Бог с ограничительными линиями. Бог для меня представлен в исламской вере, а в христианском боге я не вижу Бога. Не знаю, как это объяснить, но я не вижу там ничего. В итоге я сделал единственный и логичный для себя выбор. Альхамдулиллах. Множество людей было в восторге, они были искренне рады этому. Это важное событие для всех, если честно. Кто бы ни принял ислам, как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, это лучше, чем весь мир со всем его содержимым. А теперь представьте, если это известный человек, ведь ты сегодня самая популярная личность в поисковике Гугла. Не знаю, правда, ты все еще на первых местах? Да. Да, но кажется, на прошлой неделе Путин меня обогнал. Сейчас мы пока разделили место с Путиным. Но я не хочу играть с Путиным. Путин сейчас главная сила, а мне уже достаточно врагов. Владимир, все в порядке, пожалуйста, забери все себе. Никогда не думал, что услышу от тебя такое. Типа в прошлом году я проиграл Путин. Я думаю, что мы действительно лидируем в Гугле. Нет, конечно же, это прекрасно. Такое огромное количество людей. Тебя удивит, сколько среди них и женщин. Понятно, что надо учитывать и обвинения в женоненавистничестве, к сожалению. Да. Но многие женщины, аль-хамдулиля, особенно в мусульманском мире, были абсолютно рады. Расскажу тебе историю. Перед тем, как прийти сюда, одна женщина, и я не буду сейчас назвать ее имени, она работает учительницей в лондонской школе. Да. Мой друг рассказывал мне, что ее выдворили из школы на фоне того, что в школе началась компания против тебя. Не знаю, слышал ты или нет. Да, от этой травли никуда не денешься. Я не слышал о ней. В английских школах теперь, если ты говоришь что-то положительное о ком-либо, то на тебя жалуются или делают выговоры и все такое. Или если кто-то высказался иначе, то нужно типа бороться с экстремизмом. И вот она, после того, как ты принял ислам, она не стала в этом участвовать. Она сказала, я не могу. Согласно исламскому праву недопустимости участия в сплетнях, защите чести и так далее. И, к сожалению, ее уволили. Она потеряла свою должность. Вау! Мы сейчас говорим, насколько глубоко они зашли. Еще это указывает на степень их сплоченности. Поэтому, когда мы читаем новость в Твиттере или в любой другой соцсети, то это совсем не показатель реального положения дел. Безусловно, безусловно. Просто какой-то бред. Но дико еще и то, что сам посыл за всем этим такой, что я какой-то экстремист. Это самая настоящая клоунада. Я подошел к этому профессионально, проанализировал свой контент на то, что могло бы быть вырвано из контекста, что можно было бы сказать иначе до того, как я стал мегаизвестным. Но тут следует понимать, что возьми любого человека на планете и предоставь ему семь лет эфира на Ютуб, после чего он выстрелит по-крупному, то непременно найдется тридцать-сорок пять секунд за все эти годы, которые можно вырвать из контекста, так ведь? Ошалеть просто. Они говорят, тебя смотрят молодые ребята, они еще не все понимают, отсутствуют какие-то нюансы, но мои аргументы просты. Во-первых, вы выносите короткие клипы из контекста, а второе, в интернете нет такой информации, которую 14-летний не смог бы интерпретировать неправильно. Назовите мне, кто генерирует контент, который вы со стопроцентным удовольствием предоставите 14-летнему? А музыканты? В моем районе, я просто сейчас не буду называть имена музыкантов, они предлагают пойти домой и убить какого-то человека. Убить его, когда уже эпидемия убийств в разгаре. Или рэпер Little Nas, который рассказывает о сексе с дьяволом в своем клипе. А мы тут сидим и отчитываемся о каком-то влиянии на маленьких детей. Простите, но я далеко не самое худшее существо на планете. И удалили меня тоже не поэтому. Да, но они считают иначе. Как ты и сказал, просто на тех фронтах их ничего не беспокоит. Они просто поглощают наш гедонистический продукт, и он не меняет их мировоззрение. А ты уже затрагиваешь идеологические понятия. Ты бросаешь вызов устоем ЛМП, либерального мирового порядка. Ты бросаешь вызов понятиям второй волны феминизма. Ты бросаешь вызов каким-то либеральным понятиям. Ты бросаешь вызов общим идеям толерантности. Джордж Оруэлл очень правильно сказал. Он сказал, что чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит. Абсолютно верно. Даже те базовые вещи, которым я учу. Кто-то заметил, Эндрю, ты ведь только проповедуешь индивидуальную ответственность, мотивацию, трудолюбие, призываешь к правильным действиям. Да в том-то все и дело, что этого они и боятся больше всего. Если ты призываешь людей к установлению собственных стандартов, быть нравственно сильными и уметь различать добро от зла, то они уже не смогут промывать тебе мозги. Этого-то они и боятся. Они боятся, что молодой просто очнется и скажет, нет, я в это не верю, но ты обязан. Нет, я не хочу. Я хочу сделать иначе. Ходить в фитнес-центр, чтобы быть сильным, верить во что-то определенное или хочу быть морально-нравственным. У них явно проблема с основами нравственности. Когда я принял ислам, многие считали, что до этого я какое-то время был атеистом. Но причиной тому, что теперь Бог для меня однозначно существует в том, что я видел зло. Я видел шайтана. А когда я увидел достаточно зла, ты понимаешь, что в противовес ему должна быть какая-то сила. Я знаю людей, которые по всему миру исполняют задачу дьявола. Самые настоящие демоны, пытающиеся разрушить базовую нравственность, которая заложена в нас с самого рождения, и они пытаются его уничтожить. Да, да. Кстати, это и есть исламское понятие. Мы все верим, что человек рождается в состоянии фитры. Врожденная добродушие, врожденная способность и восприимчивость к единственному Богу, которые в итоге и исказили. В хадисе пророк салаллаху алейхи вассалям говорит, «Каждый новорожденный появляется на свет с чувством первозданного естества, после чего его отец или мать, то есть его родители, социализируют его в христианство, иудаизм или магизм. Суть в том, что каждый рождается с врожденным чувством добродушия, желанием и способностью верить в Бога, единого Бога. Как ты и сказал, о базовых понятиях, поскольку это ключевая доктрина ислама». Пожалуй, именно так я и пришел к Богу. Сначала я разобрался со всем этим, потом увидел Коран, который только подтвердил многое для меня. Даже некоторые из моих высказываний за все это время, многое уже было подтверждено. Поразительно, как многое из того, что упомянуто в нем, применимо даже сегодня. Хоть и старинная книга, старинная, но вечная, реально впечатляет. Ты абсолютно прав. А по поводу базовой нравственности многие не понимают. Что прикрываясь толерантностью, они уже перестают различать добро и зло. Они делают это совсем не для того, чтобы сделать общество лучше. Они делают это, чтобы опустошить твой мозг. Чтобы уже ты не мог сопротивляться, когда они начнут программировать тебя установками рабского мышления. Чтобы когда они тебе скажут, что небо зеленого цвета, ты посмотрел на него своими глазами, увидел его голубым, но сказал, «Нет, небо зеленое. Все, что им нужно, чтобы в твоем мозге не осталось ничего, что бы препятствовало им. А если у тебя есть Бог, ты различаешь добро и зло. Если у тебя есть чувство личной ответственности, если ты верен своим принципам, все это им мешает. Они пытаются это искоренить, чтобы рассказать тебе, какое небо зеленое. Я сейчас здесь не буду разглагольствовать, чтобы передачу не закрыли. Но они тебе будут нести вещи куда страшнее, чем о зеленом небе. Совсем иные. Они просто хотят запрограммировать нас в рабов». Я помню, я еще учился в университете и читал книгу Джереми Бентона, который стал духовным наставником Джона Милла, праотца современного социального либерализма. Я помню, я читал и наткнулся на сильную мысль, напомнившую мне о Коране. Он говорит, «У нас два Бога. Бог страданий и Бог удовольствия». Как интересно, подумал я. В Коране говорится, «А видел ли ты того, кто своим Богом объявил свою прихоть?» А поскольку здесь отсутствует трансцендентальная сила, которую могли бы боготворить, то теперь, как ты и говоришь, мы вынуждены стать рабами системы, то есть своих прихотей. В Коране есть еще один очень сильный аят, который прекрасно созвучен с твоими мыслями. Господь приводит в пример человека, который принадлежит сразу нескольким хозяевам. И еще другого человека, который принадлежит только одному хозяину. По сути, Господь говорит нам в Коране, что один человек с множеством хозяев, а второй всего с одним. В равном ли они положении? Тут идея такая, как говорил Руссо, философ-либерал. Человек рождается свободным. А между тем, он всюду в оковах. Таков порядок. Если у тебя не будет Господа, которому ты поклоняешься, то ты будешь поклоняться всему остальному. И как раз та шахада, которую ты произнес, ее истинное значение состоит в том, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Господа. что означает, что твои прихоти или система, или будь эти люди, которые хотят контролировать нас, никто из них не достоин поклонения. Единственный, кто достоин нашего поклонения и покорности, это создатель небес и земли и больше никто. Согласен. Я уже давно это осознал. Знаешь, я ни разу в жизни не был на концерте. Меня спрашивали, почему? Я говорил, я смотрю на них, и меня уже тошнит. Смотришь, как кто-то пляшет на сцене и сотни тысяч холопов в толпе. Типа, ееееееее. Мне как-то неудобно, словно стыдно за них. Смотришь все эти фестивали, на которых все сходят с ума, все эти концерты. Мне конкретно стыдно за тех, кто на них ходит. Для меня это и есть вид поклонения. Музыку можно и дома послушать, бесплатно, чем стоять в очереди и мерзнуть на улице. Не знаю, может быть это слишком, но мне всегда казалось, что они пытаются создать для нас ложных идолов в какой-то мере. Когда я говорю об атеистах, атеистах, которые заявляют, типа, я не верю в Бога, но они настолько подписаны под эту подкованную либеральную идею, что они сами такие же религиозные, как и все остальные. Просто у них ложное вероубеждение. Они верят в деградацию, в проделки самого дьявола. Людям всегда нужно во что-то верить. Хорошо, что ты упомянул про личные прихоти. Один парень, с которым я вел беседу с момента моего принятия ислама, сказал, интересно, как люди, у которых есть все, западный человек, который ни в чем себе не отказывает, вдруг обращается в новую веру. Но даже до своего принятия я понимал, что гедонизм это черная дыра. Ты никогда не насытишься. Тебе всегда будет не хватать девушек, чтобы быть удовлетворенным. Тебе всегда будет не хватать денег, чтобы почувствовать себя удовлетворенным. Тебе всегда будет не хватать спиртного, чтобы вдоволь напиться. Это черная дыра, и ты можешь бесконечно пытаться ее заполнить. Тебе нужно всегда проявлять определенную степень самообладания. Я всегда был дисциплинированным и не делал ошибок. Но, конечно, высшая сила всегда даст тебе больше удовлетворения в душе, чем это бесконечное сумасшествие. Совершенно верно. Я видел, как в одном своем клипе Ты перечисляешь все эти пункты. Ты говоришь, я совершил все эти вещи. Тебя ведь обвиняет в том, что ты сам олицетворение гедонизма, о чем мы тут и говорим. Просто перебью. Нервирует то, что я им абсолютно не являюсь. Именно это меня больше всего и нервирует. Я знаю многих людей с таким же недостатком. Я скажу открыто на подкасте и перед Богом. Валлахи. Валлахи. Я никогда ни разу в жизни не спал с проституткой и не платил деньги за сексуальные услуги. Я никогда не играл в азартные игры. Никогда не употреблял наркотики, стероиды, аношу, кокаин. Ты в этом уверен? Никогда в жизни. Ни разу. Ни разу. Бывало, выпивал спиртное, покуривал кальян, сигары. Я провел всю свою жизнь спортсменом. Пахал по 12-14 часов в день, чтобы заработать денег. Я заботился о своей семье. И они еще смеют называть меня олицетворением гедонизма. Я знаю массу людей, которые намного хуже, чем я. Я реально особо ничего и не натворил. Ничего азартного. С нашей перспективы ты начинаешь с нового листа. Невероятно, но меня удивляет. Тем более с учетом уровня моего достатка. Я вырос в Лутоне, в коммуналке. А сейчас я уже добился финансового успеха. И стоит тебе переступить черту, как ты уже оказываешься среди разных состоятельных людей, которые заказывают яхты, сажают в них сотню уже оплаченных девчонок, горы кокаина. Я просто стоял в сторонке. Но я этим никогда не занимался. Для человека с мешком денег и выросшего в коммуналке, я был настолько порядочным, насколько это только можно было себе представить. Я в курсе. Понятное дело, в своей прошлой жизни ты был чемпионом мира по кикбоксингу, что требует определенного уровня сдержанности, дисциплины и всего прочего. И я полагаю, что все это какое-то недоразумение, то, что люди думают. Да. Это просто часть твоего маркетинга. Возможно, это самопроизвольный, отработанный маркетинг. Ты разработал свой образ. Хотя в реальности, наверное, правильно будет сказать, что если у тебя нет определенной цели и смысла, то ты не получишь удовольствия. Да, я думаю, многие из тех, кто меня знает, при встрече говорят, ты меня удивляешь. Почему? Ты пашешь, отвечаешь на звонки, работаешь с ноутбуком. Они все думают, что я буду просто носиться и вести себя как сумасшедший, но они осознают, что я предельно сдержан. Я осторожен в своих делах. А чем ты обычно занимаешься? Хороший вопрос. Я просыпаюсь, как попадет. Я плохо засыпаю. Во сколько ты просыпаешься? У меня обычно проблемы со сном. Мне тяжело уснуть. Мне удается поспать 5-6 часов. А причина, по которой я не могу уснуть, в том, что даже если мой мозг в полудреме, я думаю о работе или о какой-то проблеме, которую надо решить. Я беру телефон и не могу уснуть. Вот так. Приведу отличный пример. Даже перед этим подкастом я знал, что в 8 у меня опера... Ну, мне нужно пойти на прием к врачу. А потом на подкаст. Вечером я решил лечь поспать чуть пораньше, в 11. Я проснулся и сходил в туалет где-то в 2 часа 25 ночи. И начал думать о какой-то стройке своего дома в Румынии. В каких-то инвойсах, которые мне еще не прислали. И уже отправил сообщение своему помощнику. Я понял, что я в полном бодрике. И вот я не спал с 2 часов. Я просто не могу выключить свой мозг, мне трудно. Я плохо сплю, но обычно я просыпаюсь в 9 часов. Ложусь в 3-4 часа. Затем я выпиваю 2 литра воды. Занимаюсь спортом. Каждый день я занимаюсь по 35-40 минут ежедневно. А каким спортом ты занимаешься? Все зависит от того, где я нахожусь. Я часто в разъездах. Поэтому если ты в отеле, то у тебя не так много выбора. Обычно качаюсь. Я стал меньше заниматься боксом. Потому что это не всегда удобно. Одно дело подготовка к бою. Пару дней мы спарринговались. И я убедился, что все по-прежнему на месте. Не пропустил, значит все на месте. Обычно 45 минут. Я качаюсь, выкладываюсь по полной, потом кофе. У меня, похоже, пристрастие к кофе. Надеюсь, он разрешен. Да, разрешен. Окей, отлично. Я люблю кофеин. Я считаю, что это чудесное лекарство. Выпиваю пару чашек кофе, 2 литра воды. Каждый день я только ужинаю. Я не завтракаю и не обедаю. А все остальное время я просто выполняю задачи. Всегда есть дела. Это могут быть подкасты или какая-то встреча. Иногда бывает что-то приятное. Забежать и купить новую тачку или часы. Иначе, я клянусь вам, я провожу каждую секунду в пробуждении, уставившись в экран телефона, и руковожу своей империей. Я весь в работе. Жизнь для меня – это работа. Вся жизнь стала работой. До такой степени, что даже сон – это работа. Я сплю только, чтобы работать. Если бы я мог не спать и работать, я бы не спал. Люди смотрят на мою жизнь, особенно на такие маркеры, как машины, яхты, девчонки, и думают, ничего себе у него крутая жизнь. А потом оказываются рядом и видят, да, я на яхте, да, вокруг горячие девчонки, но только я сижу и работаю за своим ноутбуком. Вот и все. И этого мне достаточно, чтобы управлять своей империей. Это наполняет меня смыслом. Вам покажется это скучным, но я только и делаю, что работаю. Вот и все, дружище. Вот мы сейчас закончим, перекусим чего-нибудь. А потом я сяду в машину и поеду работать со своим ноутбуком до своей следующей встречи. Работа. Вот и все. Прикольно, но меня часто спрашивают, в чем секрет богатства. Я им отвечаю. Все очень просто. Когда единственное, чем вы можете заниматься – это работа. У меня нет никаких… Я даже не знаю, есть ли у меня какие-то хобби. Так в чем же тогда секрет? Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. Мы живем в условиях экономики внимания. Поэтому первый этап – это, конечно же, внимание. Второй этап – получив внимание, нужно завоевать доверие. А третий этап – завоевав доверие, нужно стараться по-настоящему улучшить жизнь окружающих. Причина, по которой я достиг фантастического успеха, лежит в том, что кто бы не подписался на меня и кто бы не следовал моим советам, улучшают качество своей жизни. Проще сказать, я попробовал программу Тейта, и моя жизнь стала лучше. Или я подписался на Тейта и стал счастливее. Безусловно, они ознакомятся с брендом и узнают метод, но на самом деле это тяжелая работа. Нужно посвятить уйму времени. Конкуренция невероятная. Нужно пахать больше, чем другие. По старой доброй традиции, что я, собственно, и предпринял. Я просто работаю. Ну, теперь, если говорить о твоей рутине, то, согласно исламу, теперь нужно будет сосредоточиться главным образом на молитвах. Да. На пятикратные молитвы. Да. Начиная с утренней. Все как положено. С омовением. Просто я уже видел, как ты молишься. Да. Да я пока только учусь. Мне помогли со временами молитв. Я пока изучаю и собираюсь воплотить все вместе с молитвой. Молитва дает тебе крепкую структуру, опору на день. Словно хребет моего дня, который выстраивает структуру на день и одновременно является духовным обрядом. Вставая на молитву и произнося слова Аллаху Акбар, то есть Аллах Верх Величия, некоторые считают, что это какой-то боевой клич, хотя и на войне он тоже используется. Так вот, Аллаху Акбар, то есть Аллах Верх Величия, превыше всего, и ты начинаешь молиться. Иными словами, стараешься выйти из зоны этого мира, выйти на связь с Богом, просишь Бога наставить тебя. И мы делаем это постоянно, поскольку мы верим, что один Бог способен наставить. Да. Это дает тебе духовное очищение. И для меня это самая важная составляющая всего дня. Говоря о структуре, это следующий основной пункт, который следует добавить. Но я хотел бы спросить тебя еще об одном моменте, который принес тебе известность, о чем ты часто говоришь. Твоя гендерная позиция. Многие считают это скандальной темой, обвиняют тебя в женоненавистничестве и прочих грехах. Так вот, став мусульманином, какую позицию ты теперь занимаешь в отношении гендерного вопроса? Я бы суммировал свою позицию касательно гендерного вопроса, озвучив сам факт, что я считаю, что гендеры разные. У нас есть свои преимущества и недостатки. В чем-то мужчины лучше, в чем-то женщины. А если мы работаем в команде, то мы становимся сильнейшей движущей силой на планете. Я думаю, самая большая проблема сегодня в том, что все пытаются сделать вид, что они легко взаимозаменимы. Во всех делах. И это рушит слаженность. Допустим, я бухгалтер. И встретил портного. Я предложил, давай ты будешь шить, а я займусь бухучетом. И тогда, как команда, мы выстроим весьма прибыльный бизнес. Так? Если же мы решим, что я буду выполнять часть учета, и ты будешь выполнять часть учета, ты будешь шить половину, и я буду шить половину, то мы накрутим себе налогов. Пинжак не будет сидеть как надо. Все развалится. Я не знаю, что здесь непонятного. У женщин есть свои плюсы и минусы. И у мужчин есть свои плюсы и минусы. Но если мы объединим усилия и будем действовать слаженно, то это уже будет полный комплект. Поэтому Господь и создал нас разными. Если бы мы были полностью одинаковыми, мы бы не понадобились друг другу. Поэтому мы друг другу и нужны. Это, кстати, сильная мысль. Поэтому мы и нужны друг другу. Поэтому мы друг другу и нужны. Именно поэтому люди не понимают и обвиняют меня в женоненавистничестве и оскорблениях. Хотя я тут ни при чем. Я говорю о различиях между мужчиной и женщиной и о том, что мужчины нуждаются в женщинах, а женщины нуждаются в мужчинах. Так и создаются прекрасные семьи и функционирует общество. И как только ты начинаешь указывать на различия двух гендеров, они набрасываются на тебя. Потому что они не хотят, чтобы женщины и мужчины нуждались друг в друге. Это то, чего они действительно не хотят. Первое, что побуждает тебя к борьбе против тирании, это желание защитить свою семью. Их совсем не интересует полноценная семья. Иначе, когда они явятся со своими дьяволами и демонами, у тебя на пороге, ты не дашь им войти и скажешь, простите, но у меня дома жена и дети. Они этого не хотят. Они хотят, чтобы ты действовал по указке, и у тебя не было бы никаких ценностей, и тебе нечего было бы оставить, чтобы в итоге ты подчинился их программе порабощения. Вот и все, что им надо. Многие гендерные взгляды очень просты. Мы в чем-то различаемся, но вместе мы сила. Именно об этом я и говорил. За что какое-то местечковое меньшинство психопатов стало негативно отзываться обо мне. И я говорю психопатов, потому что они и есть самые настоящие психопаты. Они реально деструктивны. Когда я вижу своих самых ярых хейтеров, которые утверждают, что я пагубно влияю на женщин. Так вот, если мы посмотрим на их собственную жизнь, никто из них не женат, никто не живет в счастливом браке. Многие даже не интересуются женщинами, их заносят в сторону. Какая вам вообще разница, что настоящий мужчина думает о женщинах? Почему вы строите из себя озабоченных, когда я говорю, что защищаю и заботюсь о своей женщине? Если она не хочет работать, она не будет работать. Я буду заботиться о ней, а она в чем-то позаботится обо мне. Почему вы строите из себя обиженных, когда у вас даже нет нормальных отношений с женщинами? А если они и есть, то ужасные. Я расскажу тебе, к чему это идет. Пока мы тут беседуем с тобой на одной волне, нас смотрят феминисты, или даже люди из мусульманской общины, попавшие под влияние феминистов, и говорят, посмотри, этого мы и боялись. Он даже не несет ответственности. Он не требует от него ответа за его слова. Хотя на самом деле я не считаю, что тебя нужно осуждать. Мне и так ясно, что Аллах уже стер твои грехи. Все твои высказывания касательно женщин, или же твои действия по отношению к ним, опять же, это не мое дело. Таковой должна быть исламская позиция. Однако, скажем, для более широкой общины, в конце концов, дело не в том, что мы хотим, чтобы ты заново интегрировался, тем более в матрицу. Ты уже вне матрицы, вышел из нее полностью, и ислам не является частью матрицы. Да. Поэтому они нас и ненавидят. Вот скажем о твоих высказываниях. Да. И передо мной сейчас нет определенного списка. За какие из твоих высказываний тебя обвиняют, и в чем их контекст? Понятно. Два, за которые меня чаще всего обвиняют. Первое, это когда я сказал, что женщина является собственностью мужчины. Это первое. И второе, когда я сказал, что женщина должна взять на себя часть ответственности за сексуальные домогательства по отношению к ней. И оба были полностью вырваны из контекста. И я хотел бы пояснить. Когда я говорил о том, что женщина – это собственность мужчины, я говорил о библейском браке. В христианском понятии брака. Когда отец ведет дочь под венец, передает ее жениху, она берет его фамилию. Теперь он несет ответственность и обещает беречь ее и заботиться о ней, пока их не разлучит смерть. Она теперь является частью его семьи и принадлежит ему. Какой ужас! Он сказал, что она его собственность. Я сказал, что она принадлежит ему. Ну, это вопрос семантики. Да, это вопрос семантики, верно. То есть тут совсем не обязательно, что он может ее продать или же купить. Нет, конечно. Я говорю, что он несет за нее ответственность. Он обязан беречь ее и заботиться о ней. Я даже не произнес слово «собственность». Это они стали говорить про собственность. Я просто сказал, что она принадлежит ему. Просто я видел перепалку между тобой и Пирсом Морганом. О, да. Он просто раздражает. Даже не знаю, видно, что человек закомплексован. Но это мой личный психоаналитический вывод, а не психиатра. Мне кажется, он закомплексован. Будто он что-то хотел доказать или свой возраст, свой вес, свое положение. Но когда ты появляешься вместе с ним, то одно это уже твоя победа, и он в проигрыше. Даже если вас просто сопоставить. Но по мере того, как он неистово краснел, словно пятачок, выходил из себя и перебивал каждую секунду. Он перечислял все эти моменты, и это, наверное, все в моем понимании, что он мог привести в качестве аргумента. Но, как ты и пояснил, если под собственностью ты подразумеваешь первое, второе и третье, понятно, что для нас это не собственность. Просто, возможно, это была не самая лучшая или не совсем уместная постановка слов. Абсолютно. Ты же не имел в виду, что она какой-то там товар или предмет. Все правильно. Абсолютно нет. Даже наоборот. Я хотел подчеркнуть ее важность и насколько необходимо ее защищать и заботиться о ней. Просто вырвали из контекста и использовали эти слова против меня. Практически то же самое и со вторым высказыванием, что женщина должна взять на себя часть ответственности за сексуальные домогательства по отношению к себе. Я не говорю, что в 100% случаев домогательства нельзя было избежать. Я не говорю, что с домогательствами нужно смириться. На самом деле у меня даже более жесткая позиция касательно изнасилований, чем это прописано в законе. Я считаю, что насильников следует казнить. Мерзкие типы. Жутко мерзкие. Я считаю, что нам как обществу просто глупо сидеть и внушать себе, что если женщина гуляет, принимает наркотики с незнакомым мужчиной, идет к нему домой, не ставя в известность ни своего отца, ни брата, ни кого-то еще, и ставить себя в положение абсолютной беззащитности, что на ней ноль ответственности. Я не говорю, что это должно произойти. Это отвратительно. Равно как и я не должен быть ограблен, если я гуляю по улице с миллионом долларов в руках, посреди ночи. Но вероятность есть, поэтому мне нужно думать заранее. То есть ты говоришь, что бывают определенные ситуации, когда вероятность домогательств становится выше. Например, заявление самой ВОЗ. Я просто пересматривал конспект со статистикой изнасилований, в котором были упомянуты разные страны. И одно из наиболее часто совершаемых преступлений, которое чаще происходит на Западе, это изнасилование незнакомцам. Причина может быть разной. Тут и культура распития спиртных напитков, посещение ночных клубов и тому подобное. Это повышает вероятность, и следовательно, вполне разумно сделать вывод, что сюда можно отнести изнасилование незнакомцам. Понятно, что они не станут ничего опровергать. Скорее станут говорить, что я виню жертву. Конечно, они станут жаловаться, что я виню жертву, что я призываю к изнасилованию, даже если я буду говорить, что все это бред. Все это нонсенс. Я пытаюсь донести до людей вполне разумно и внятно, что мир, в котором мы живем, не идеален. Мы живем в мире, в котором всем известно, что воровать нельзя, но некоторые все равно воруют. Именно поэтому мы закрываем машины и дома на замок. Именно поэтому мы бережем свои активы и деньги. Именно поэтому я не пойду гулять в золотых часах один по Лондону в три часа ночи, потому что я не хочу ставить себя в положение высокой вероятности каких-то неприятностей. Я просто говорю, что говоря об этом конкретном преступлении, ужасном, абсолютно мерзком преступлении, что каждый совершающий его должен получить сполна не только по закону, но и от самого Господа. Но они сидят и делают вид, что тут нет никакой индивидуальной ответственности. А я говорю, что иногда бывает так. Не всегда. Но бывает так, что женщины сами создают повод для каких-то неприятностей. И нужно научить их не делать этого, чтобы уберечь их. Вся эта тема была затронута, потому что я сказал, что если я мужчина, то должен заботиться и беречь свою женщину. И все как-то перешло на тему насилия. Это был подкаст года три-четыре назад. Я сказал, что первое, что я могу предпринять, чтобы уберечь свою женщину, помимо того, что я буду рядом, это научить ее делать правильные решения. В мое отсутствие. И то, что она мыслит правильно, никак не принижает ее. Кто-то скажет, да, но насилие неприемлемо. Я говорю, я согласен. Воровство тоже неприемлемо. Многое неприемлемо. Но ты все равно должна беречь себя и проявлять индивидуальную ответственность. Но аргумент феминисток такой. Нет, мы должны научить мужчин не прибегать к насилию. Какая-то тупая сказочная идея. Ходить и убеждать каждого мужчину на земле, никогда в жизни не прибегать к насилию. Как будто никто испокон веков не пытался убедить человека не воровать. Тупость какая-то. То есть, исходя из твоих слов, существует определенная угроза. Но если ты поступишь так, то получишь наилучший результат. Это вполне прагматичный совет. Абсолютно. Но все перевернуто так, что якобы это женоненавистник, хотя они еще и сами не понимают, что они под этим подразумевают. И что он верит в то-то и то-то, вырывая твои слова из контекста. А проблема в следующем. Взять даже изнасилование. Интересно, но я тут беседовал с одним юристом. И не знаю, действует ли это еще в Британии. Я не думаю, что в Британии женщину можно обвинить в изнасиловании. Кажется, только мужчин. Да и этого недостаточно. Приведу еще один интересный момент вдогонку. Как-то в споре я сказал, вы приводите этот гендерный аргумент, потому что вы феминист. 29% изнасилований в Великобритании совершаются мужчинами в отношении мужчин. И я скажу то же самое мужчине. Не гуляй. Не обкуривайся. Не напивайся. Не приводи домой незнакомца. Иначе поставишь себя в положение, когда тебя могут изнасиловать, убить, порезать, застрелить, что бы то ни было. Феминисты скажут, мол, ты не понимаешь всех преимуществ, которыми обладают мужчины. Мол, вы можете спокойно гулять по улицам поздно вечером. Я же говорю, прости, моя дорогая, ты понятия не имеешь, что значит быть мужчиной. Представьте себе. Не можешь. Ты думаешь, мы спокойно разгуливаем по Лондону в полночь без всяких забот? Нас могут просто убить за какую-то железку на запястье. И ты думаешь, что мы разгуливаем и приплясываем? Нет. Я уже говорил, что в некоторых случаях и в некоторых уголках на западе мужчинам даже опаснее выходить на улицу, чем женщинам. Поэтому это просто тупость. Верить в какую-то идиллию. Мол, мужчинам все легко. Во всем виноваты мужчины. У женщины нет никакой индивидуальной ответственности, что бы она ни делала. На ней не может быть даже 1% вины. Да, но вот касательно правового различия. Например, если женщина не может изнасиловать мужчину. Она может домогаться к нему, но не может изнасиловать. Согласно британскому праву, почему тогда феминисты не добиваются равноправия и в этом аспекте? Потому что феминисты не хотят равноправия. Да, не хотят равноправия, а хотят определенных привилегий. Но ты ведь еще и защитник традиционной семьи, верно? Абсолютно верно. В глубине души ты всегда в это верил, несмотря ни на что. Абсолютно верно. Я защитник традиционной семьи. И многоженства в том числе? Ну, скажем так. Я защитник традиционной семьи, я защитник традиционных миров. И причина этого в том, что я считаю, что благодаря этому человечество развивается стремительнее. Я думаю, что мир становится лучше, и мы становимся более способными, как отдельный вид, когда мы становимся ближе к выполнению своих исконных, естественных, гендерных ролей. Возьмем 10 мужчин и 10 женщин. Допустим, у нас два самолета. В каждом по 10 мужчин и 10 женщин. Оба терпят крушение на острове. На одном мужчины и женщины распределили свои обязанности. Женщины стали готовить, мужчины охотятся и строить. Женщины шить покрывало, мужчины нашли животных для пропитания. Каждый нашел свою гендерную роль. Возьмем другой остров, на котором все перемешалось, и каждый делает, что ему взбредет. Типа я мужчина, это не мое. Я считаю, что на том острове, где каждый выполняет свою гендерную роль, успех будет достигнут с большей долей вероятности. Я думаю, в обществах, в которых жизнь потруднее, мы-то все живем в благополучии. В людях очень четко заложены гендерные роли, потому что они знают, что их выживаемость как племени или особи будет обеспечена, если мужчина будет заниматься своим делом, а женщина своим. Каждый занимается тем, в чем он лучше. И это дает нам лучше развиваться. И я считаю, что если вы хотите стабильное общество и конкурентноспособное во всех аспектах, в сфере безопасности, высокой рождаемости, я даже не говорю о боеспособности, я просто говорю об увеличении показателей рождаемости, что нам уже не удается на Западе. И чтобы все могли жить в полной безопасности. И единственным способом добиться этого является возвращение к своим гендерным ролям. Вот и все. Я сам вырос в другой среде. Я не такой старый, мне всего 35. Я вырос в совершенно другом мире. Если какой-то незнакомец или сосед накричал бы на меня, когда я был маленьким, мой отец бы поддержал его. Мы боялись старших. Отец ходил на работу, мама готовила, убирала, воспитывала нас. Я вырос в том мире. А теперь люди хотят просто пустить это все коту под хвост. И еще удивляются тому, что общество разрушается прямо у нас на глазах. Да, верно. А знаешь, что в Коране есть аят, в нем говорится что-то похожее. Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество перед другими. Мужчинам полагается доля из того, что они приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они приобрели. Просите у Аллаха из его милости. То есть, не пытайтесь браться за роль другого человека. Мужчина был наделен определенными способностями, которых нет у женщин. И наоборот. Ты привел очень интересный пример с островами. На самом деле, я анализировал статистику. И начиная с 60-х годов, когда всюду стало распространяться феминистское движение, вплоть до наших дней, были проведены исследования. И наиболее крупным из них было исследование Бланша, Флауэра и Освельда, которое проводилось с 1970 по 1990 год. Это было долговременное исследование. Казалось бы, после стольких разных правовых реформ в Америке, Британии и других странах Запада, качество жизни женщин должно было стать лучше. Но выводы исследования после опроса 100 тысяч женщин, это, пожалуй, крупнейшее в истории исследование, 100 тысяч женщин в Британии и США, выводы показали, что ситуация женщин только ухудшилась. Даже главы или так называемые крестные матери второй волны феминистских движений, как Бетти Фриден, написавшая книгу «Загадка женственности», и другие, включая Джермейн Гримм, в 1963 году она написала книгу «Загадка женственности», а после она написала другую, которую не изучают в вузах, она сама призналась. Книга называется «Вторая стадия», в которой она рассказывает о своих социологических экспериментах в 70-х, это уже после 60-х, и она обнаружила, что в 70-х женщины пребывали в большей депрессии. Треть женщин, она сама приводит это в своей книге, одна треть чувствовала себя даже хуже. Всё это очень интересно. Один очень известный журнал провёл опрос женщин, журнал называется «Top Santa Magazine», они обнаружили, что 79% опрошенных женщин ответили, что будь у них такая возможность, они готовы были бросить работу завтра же. 80% ответили, что работа вызывает у них психологическую боль и упадок. Иными словами, вся эта идея приоритизации карьеры над материнством и ролью жены и так далее провалилась, да и эксперимент-то по сути уже был проведён. Абсолютно верно. И проводился он последние 60 или, скажем, 65 лет, если он начался в 63-м. И за это время мы видим полнейший провал, который сказался на психологическом, физическом здоровье женщин, да и на семьях. Добавлю ещё одну вещь. Я беседовал с одним человеком по имени Николас Вофендер, он занимается демографией. Я поинтересовался у него, какие семьи наиболее стабильны. В том смысле, что дети получают высшее образование, сторонятся правонарушения и криминалы. Посмотреть на статистику. Он ответил мне «религиозные семьи». Полноценные религиозные семьи. Получается, что у нас есть данные, которые указывают на то, что семьи с традиционной ролью однозначно обладают преимуществом. Преимуществом для женщин, для детей и мужчин. Абсолютно верно. Это и есть модель. А теперь ты говоришь, что они против такой модели, потому что, ясное дело, это не в их экономических интересах. И разве не поэтому они вводят на тебя запрет? Я думаю за то, что я отстаиваю базовую нравственность человечества. Ты сказал интересную вещь. С точки зрения ислама мы родились с врожденным благодушием, первозданным пониманием. Быть может, мир сумел убедить женщин в чем-то другом. Но я для себя понял, что единственное удовлетворение они получают, когда становятся матерями. Ничего не заполнит это пространство в вашем сердце. Сколько бы вы не смотрели секс в большом городе, Starbucks, косметика, лайки в Инстаграме, карьера и вся эта ерунда, тоска у тебя неспроста. Причина твоей тоски в том, что тебе пора было стать матерью еще восемь лет назад, поэтому ты страдаешь в душе. Женщины наделены этим естественным образом, но общество пытается их переубедить, и поэтому в мире сейчас неразбериха. Как ты сказал, что женщины стали чувствовать себя еще более несчастными после так называемой либерализации, чем до нее. И я не говорю, что у женщин не должно быть право свободного выбора. Я считаю, что женщины должны иметь абсолютное право делать все, что им хочется. Но они должны угомониться и понять, что матрица, система и машина пропаганды всячески стараются переубедить и увести их от их естественных инстинктов. Когда ты сидишь и смотришь «Секс в большом городе» про какую-то 49-летнюю женщину, у которой нет детей, и которая отрывается по полной и испытывает 0% депрессии, от 58-го по счету гребаного мужика за месяц. Ты сидишь, смотришь все это, а они все это время пытаются запрограммировать тебя установкой. Женщины даже не осознают уровень пропаганды, нацеленной на них. Все это возвращается к моим ранним высказываниям о троянских конях. У них все работает по этой схеме. Феминизм начинался с права женщин на голосование. Разве не так? После чего они подсунули всю эту чушь. Давайте убедим женщин перестать рожать. Давайте убедим женщин не уважать мужчин, чтобы те не чувствовали себя домохозяевами. Давайте убедим женщин, что они могут наносить физические побои мужчинам прямо на улице. У них же нет никаких недостатков. Они такие же сильные. Пусть женщины поглощают этот бред, а с троянами мы подсунем им феминизм. И теперь, если ты скажешь, я против феминизма, тебе ответят, ты что против того, чтобы женщины голосовали? Нет, подождите. То же самое и с зеленым законом. Мы хотим спасти планету, и тут же подсовывают свои расходы. Поэтому тут следует понимать, и я надеюсь, что зрячие люди поймут, какую бы программу СМИ ни внедряли, и не пытались заставить вас проглотить, в них во всех сплошь и рядом всегда есть скрытые повестки и лазейки. И так будет всегда. Неважно, будь это паспорт с какой-то инъекцией или же идеология, а важно, что это они стараются преподнести вам поверхностную информацию, чтобы вы не упирались, а потом подсовывают вам все, что не нравится, и это пугает. Отчасти это просто объясняется экономическими интересами Запада и элиты. Не случайно вторая волна феминизма началась после Второй мировой войны, когда инфраструктура стран была разрушена. И это всюду начался поток иммигрантов. Поэтому у нас сейчас всюду так называемые иммигранты из бывших колоний Британии, или называйте их как хотите. Им нужна была рабочая сила женщин, и это была очень подходящая идеология, которая со временем приняла форму какого-то Франкенштейна, ставя под угрозу детей и женщин в достаточно неприятное положение. Ты же говоришь противоположно этому. Они считают, если этот парень станет популярным, мы потеряем деньги. Совершенно верно. И не просто потеряют деньги. Тут уже все намного мрачнее. Они потеряют влияние. Влияние их беспокоит больше всего. Причина, по которой они продвигают феминизм, лежит в том, что они хотят удвоить налоговую базу. Женщины будут работать, а они вдвое увеличат сборы с налогов. Но еще одна причина, которую многие не осознают, заключается в том, что в современном мире на Западе не ты воспитываешь своих детей, и дети совсем не твои. Ты породил своих детей. Я надеюсь, потому что ты любишь свою супругу и надеешься создать свое потомство и продвигать свое мировоззрение. То, как ты смотришь на мир. Ты хочешь воспитать это в своем ребенке. Но только это уже все совсем не так. Они хотят, чтобы женщина была на работе. Иначе, если она дома, она скорее согласится с мнением своего мужчины. А это значит, что поскольку дети воспитываются матерью, то, вероятнее всего, они переймут те же самые мировоззрения. В современном мире, когда они пытаются убедить женщину пойти на работу, мужчину работать, они искусственно создают инфляцию, чтобы все только и делали, что выживали, потому что все дорого. Родители целый день на работе. Детей воспитывает школа, интернет и матрица. Дети сидят целый день в школе, где их учат тому, чему вы их никогда бы не стали учить сами. Потом они сидят в интернете, читают и смотрят вещи, которые вы не разрешили бы им смотреть. У вас остается 10 минут на разговор с ними перед сном. За 10 минут вы пытаетесь противостоять бесконечным часам самого развлекательного программирования мозга или наиболее принудительного программирования. В школах оно принудительное, а в интернете развлекательное, устанавливающее в них идеи, с которыми, быть может, ты не согласен. Я сам видел это в YouTube. Я видел, как один американец сидел за рулем, а его дети спорили о чем-то с ним на заднем сидении. Он спрашивает, где это вы услышали? Они ему, в школе. А он, а почему школа такому учат? Это же неправда. Его родные дети перечат ему, потому что их так научили в школе. Попробуй забери детей из школы, у тебя будут проблемы. Ты обязан сдавать своих детей в школу. Если ты не будешь сдавать своих детей на промывку мозгов, у тебя возникнут проблемы. А причина в том, что они хотят взять молодежь под контроль, ведь молодежь – это будущее мира. Нужно понимать, что это и есть идея феминизма. Скажу вам прямо. Значит, ты против того, чтобы женщины голосовали? Нет, я не против. Я говорю, что мы не должны допускать, чтобы нашим детям промывали мозги. Нельзя отрывать их от родителей, вплоть до того, что у них будут какие-то другие идеалы. Я заметил, что одни только мусульманские общины протестовали у ворот школы со словами «Мы не позволим вам преподавать такое нашим детям». Только они выступали против. А потому что белые традиционные христиане Англии, британцы даже не осознают, даже не озабочены тем, что их детей стадом ведут на это программирование мозгов. Как стадо. Просто с ума все посходили. Абсолютно верно. А знаешь, ирония еще и в том, что если почитать 30 пунктов всеобщей декларации прав человека, кажется, под 27-м пунктом, если я не ошибаюсь, статья, в которой говорится, что у каждого человека есть право в выборе образования для своих детей. С одной стороны, они говорят, ты можешь воспитывать и выбирать образование для своего ребенка. Но с другой стороны, этим должно заниматься государство или полиция мыслей. Тут явное противоречие. Более того, как ты и говорил, это и есть религия. Думаю, через сто лет антропологи будут изучать цивилизацию и рассказывать, что если человек с такими-то качествами идентифицируется определенным образом, то это мифология или какая-то выдумка. Это религия западного мира. Они пожертвовали общепринятым понятием идеи одного бога, сотворившего Вселенную, ради этой вымышленной или мифологической идеи, что ты можешь идентифицироваться с группой А, хотя с научной точки зрения ты относишься к группе Б. И теперь они пытаются внушить эту религию нашим детям. Я видел это в твоем кратком видео. Многие твои видеоклипы и шортсы-молнии разошлись в ТикТоке. В одном из них ты говоришь, делай что хочешь. Я не думаю, что на Западе, чтобы всем было понятно, кто-то из нас может запретить кому-то делать так, как он хочет. Делай как хочешь, мы не запрещаем. И не посягаем на твои права. Мы живем на Западе, у тебя свои права. Просто мы говорим, что красная черта – это наши дети. Абсолютно. Им следует понять, что каждый с какой-то идеей, и мы сейчас не говорим об отдельно сексуальной ориентации, иначе некоторых это может обидеть. Давайте поговорим о чем-нибудь доброкачественном, чтобы они не разложили и не извратили мои слова, как они это постоянно делают. Возьмем, к примеру, апельсиновый сок. Допустим, мне не нравится апельсиновый сок. И под моей опекой есть дети. Кстати, они все равно докопают сюда апельсинового сока. Конечно, у меня нет шансов на победу. Но если у меня есть дети, и я воспитываю их, и несу за них ответственность. Я сам решил, что хочу детей, и готов пожертвовать собой ради них. Я решил, что я не хочу, чтобы они пили апельсиновый сок. То государство не может просто вмешаться и сказать, «Нам все равно, что ты хочешь. Мы будем принудительно поить их апельсиновым соком». Именно так они и внедряют множество своих идеологий. Ты прав в каком-то отношении. Это и есть религия. Они настолько озабочены и так отчаянно пытаются убедить людей в этом. Именно поэтому люди называют меня атеистом. Но нет такого понятия, как атеист. Ты либо веришь в Бога, либо в дьявола. И деградацию. Нет ничего между. Я никогда не встречал человека, который был бы атеистом и держался бы по-настоящему нейтральной линией в этих вопросах. Они всегда ведутся на этот бред. Главная причина, по которой люди называют себя атеистами, состоит в том, чтобы найти оправдание своим оплошностям и не чувствовать за них вину, зная, что они поступают неверно. Но ты прав, что недопустимо, чтобы сторонники какой-то идеологии стали заявлять, что мы должны учить своих детей нашей идеологии, независимо от мнения и вероубеждения их родителей. Это просто омерзительно. Феминизм. Оторвать мать от семейного очага. Закрыть детей в образовательных лагерях. В этом и заключалась их цель. Взять под контроль молодежь. В особенности молодежь, потому что проще всего манипулировать детьми, чтобы определить будущее. Они пытаются формировать будущее детей. Они умело закрывают глаза на естественную непорочность детей и стараются ничего не видеть. Когда ты не называл вещи своими именами, я прекрасно понял тебя. Все-таки мы в YouTube. И тут нужно уметь правильно подбирать слова. Но если тебе удастся убедить кого-то, что жираф – это лошадь, и если ты сможешь убедить их, что даже если они пристально будут смотреть на жирафа, но разум будет говорить им, что это лошадь, даже если глаза определенно видят жирафа, то они уже открыты для любой формы программирования в рабов. Если тебе удалось заставить людей не верить своим глазам, то это уже конец игры. Все это делается целенаправленно, с определенной целью. Без сомнений. Помню, я работал над рефератом на тему гендерных исследований еще в магистратуре. И как-то обсуждал его с одной студенткой в лифте, которая прямо заявила мне, что половой член – это социальный конструкт. Ну да. Не проблема. Тогда я сказал, основываясь на этой же логике, что изнасилование – это такой же социальный конструкт. Это то же самое. Если ты подводишь свои убеждения под этот логический вывод, то это приведет тебя к тому, чего ты и вовсе не ожидаешь. Например, ты говоришь о расизме, а я идентифицирую себя как белый или темнокожий или что-то еще, то и расизм становится социальным конструктом. Опять же, если ты начнешь подводить свои идеи, то ты придешь к обратному того, что ты пытаешься достичь. И мне кажется, что это не было продумано как следует. А они и не думают. Это и удивляет, с какими огромными привилегиями мы живем в этом мире. Они не думают. Не думают. Потому что их идеи не были протестированы. А когда твои идеи проверяются и тестируются, тебе нужно уметь защищаться и доказывать правоту своих идей. А их идеи не тестируются из-за цензуры. Если ты начнешь выступать с аргументами против их идей, они просто удалят другую сторону аргумента. Что говорит о том, что мы живем в искаженной версии реальности. Поскольку одна сторона аргумента полностью стерта и уничтожена, получается, что компьютер моделирует матрицу, в которой мы все оказались. Если бы мы могли свободно говорить и аргументировать на эти темы, их бы не было. Но мы не можем, и поэтому они так и остаются. Поэтому все ложные представления, которые уже давно следовало бы уничтожить, стали популярными среди населения благодаря матрице и медийной машине, и вымышленной компьютерами реальности под видом цензуры. Об этом-то и речь. Кто-то скажет, чёрт, ты потерял свой инстаграм. Обидно, наверное. Я ему говорю, ну да, потерял инстаграм, теперь не могу светиться своими крутыми тачками. Ну и что? Дело не в этом. Тут дело в самом настоящем противостоянии добра и зла. Прочитайте историю. Те, кто прибегал к цензуре, не были никогда хорошими. Тут реально дело в противостоянии сил зла и добра. Вот в чём дело. Они в моей инстаграм-странице. В том, что теперь существуют идеи, против которых мы не можем выступать. Последние три года нельзя было затрагивать определённые темы. И посмотрите, как они заткнули людей, закрыли их по домам, развалили их бизнес и прочее. А что потом? Потом будет очередная идея, за ней другая, против которой тоже нельзя будет протестовать. Люди думают, что если ты сидишь и тупо веришь мировым лидерам и главам правительств, то они придумают суперидеи, с которыми не я, и вообще никто не сможет не согласиться. И они пойдут всем на благо. В таком случае ты просто болван, и ты заслужил то, что тебя ожидает. Я думаю, что с твоим запретом маски упали. Твой запрет помог выявить, что они уже не в силах сдержаться, как будто они сами допустили оплошность. Хорошо, если так. Хотелось бы думать, что мы достигли критической массы. И я стал для них последним, кто им нужен для разоблачения их тайной политики и работы. Думаю, что для них это катастрофа. Во-первых, этим они подтвердили верность моих высказываний. Во-вторых, я уже предупреждал, что они меня запретят. В-третьих, они думали, что меня легко будет сломить. Но затем они убедились, что мои подписчики достаточно лояльно следуют за мной. Поэтому я даже стал еще популярнее после запрета, что также вдохновляет людей. Думаю, что главная причина, по которой запрет стал таким мощным оружием еще и в том, что если они запретят тебя, то с тобой все кончено. Но стоит мне доказать, что это не так, и что люди начинают понимать и говорить. Этот вопрос настолько важен, что я все равно буду говорить правду. Даже если они запретят меня, я не успокоюсь. У тебя несколько другая ситуация. У тебя нет компании или программы с прекращением деятельности, которой ты теряешь своих клиентов. Ты сам продукт. Они не могут изменить твою внешность или избавиться от тебя. Хотя, кто знает, может и избавиться. Да, и это все, что я скажу по поводу запрета. Если говорить о запрете, то я стал еще популярнее. Теперь я перешел на Rumble, конкурент YouTube. Rumble.com slash take speech, где можно говорить абсолютно свободно. Кстати, не хуже YouTube. Я советую всем, у кого есть аккаунт в YouTube, наберите rumble.com. Загрузите в него весь свой аккаунт с YouTube и сохраните его всего парой кликов. Вы можете скачать все свои видео и загрузить их автоматически. Не теряйте времени, иначе в YouTube вы просто можете исчезнуть в никуда. Меня можно найти в Rumble, а запрет в целом неприятен лишь по трем причинам. Ты получаешь три предупредительных страйка. Сначала они пытаются закрыть вам рот, распространить ложь о вас в надежде, что вы замолчите. Если у них не получается, то они постараются посадить тебя в тюрьму. А если и это не получится, они тебя грохнут. Поэтому если ты проигрываешь первый страйк, то это уже страшно. То есть они уведомили меня, что я должен молчать. Вот только я не собираюсь молчать. Они такие, а, этот большой рот никак не заткнется. И начинают разрабатывать план о том, как бы меня заткнуть. Вот это уже обескураживает. Думаю, что вот это как раз имеет отношение к мусульманской общине в целом. Я думаю, что этот запрет должен особенно волновать мусульманскую общину еще и потому, что если они смогли применить его в отношении тебя по причине твоих взглядов А, Б и С, или взглядов, которые у тебя были, допустим, до ислама, многие из этих взглядов сопоставимы с исламом, полностью сопоставимы с религиозными принципами. Особенно твои традиционные взгляды, гендерные роли, они настолько схожи. И если так они поступили с тобой, то мы следующие в очереди. Абсолютно. У нас два варианта. Либо мы предотвратим эту ситуацию, что мы в настоящий момент и делаем, и призываем этих неизбранных элит к ответственности. Либо мы послушно кладем свои головы на плаху и тихо ждем своей очереди. Абсолютно. Именно поэтому я еще раз повторю, что причиной, по которой я принял ислам, заключается в той самой ограничительной черте. И в том, что вы всегда отстаиваете. Я вижу только мусульманские общины, выступающие с протестами перед школами, пытаясь защитить своих детей. Они единственные, у кого есть базовые нити нравственности, которые нельзя исказить. Находясь в Дубае, вы можете выйти на улицу и найти рабочего строителя за 300 долларов в месяц. Предложите ему миллион, чтобы он отрекся от ислама. Он откажется? Он не подкупен? Разреши, я добавлю. Знаешь, мы говорили о гипергамии. Я согласен. Почти все исследования, в том числе проведенные и Кингом, показывают, что гипергамия существует. Женщины выходят замуж за лиц более высокой социальной прослойки и уровня. Но и тут я должен сказать о мусульманках, что в большинстве случаев здесь не было никаких исследований, и я говорю по факту, исходя из своего опыта. Если ты обратишься к ста или к тысячам мусульманок и предложишь им выйти замуж за миллионера, который не является мусульманином, то, я думаю, большая часть откажется от предложения, что говорит об определенной степени лояльности, которая присуща нам как общине и как мусульманам, которая исходит из Корана, если честно. Вы лучшая община из людей. И Пророк говорил нам об этом. Все это показывает силу мусульманской общины, основанную на вере. Это идея высшего разума. Скажу еще одну вещь. С учетом того, что ты по жизни оптимист, оптимистичный человек, и даже после запрета видно, что это оказало на тебя определенное влияние. Ты же человек, в конце концов. С Пророком, салаллаху алейхи ва салам, тоже происходили неприятности. Даже в Коране Господь обращается к Пророку, алейхи салалату ассалам, и говорит, «Не бойся людей, а бойся меня». Если ты боишься людей, бойся его. Такого рода вещи влияют на тебя, как и на меня, и на всех остальных. Но в тебе я заметил стремление вывести из этого для себя благо. Постоянный оптимизм – это и есть ислам. Потому что в хадисе о Пророке Мухаммаде, салаллаху алейхи ва салам, сказано, что он любил оптимизм. Оптимизм – это неотъемлемая часть ислама. Постоянный поиск чего-то благого во всем. И в итоге получается, что твои грехи истерты. С точки зрения ислама, когда ты проходишь испытания, твои грехи смываются. Испытания укрепляют твой иман, твою веру, твой характер, и помещают тебя на ступень выше в жизни вечной. Мы же верим в существование ада и рая. Для нас это все реальные конструкты, а не какие-то метафоры. Мы верим, что во всем лежит только благо на самом деле. Именно поэтому эта религия так подходит тебе. И потом ты сам упомянул Хабиба Нурмагомедова, как он постоянно тренируется и молится. Но есть еще одна сильная черта в отношении Хабиба. Он обладает прекрасным достоинством в том, что он скромный и в то же время самоуверенный. В этом и есть его достоинство. Когда ты обладаешь таким складом ума, сильным складом ума и дисциплины, в отношении себя и семьи, то во многих случаях все это становится лекарством для многих душевных проблем. Абсолютно. Я также верю, что Бог доволен тобой, когда ты демонстрируешь Ему красоту Его творения. Бог доволен, когда ты предпринимаешь максимальные усилия и делаешь все, что от тебя зависит, в каком бы то ни было деле. Бог любит трудолюбивых, старательных людей. Даже на примере своей собственной жизни я вижу, что Бог доволен мной, когда я выкладываюсь на все сто процентов. Люди перестали выкладываться на сто процентов. Очень редко встречаешь кого-нибудь, кто не кривя душой перед собой и Богом мог бы сказать, я выложился по полной. Обычно они начинают предпринимать какие-то усилия, потом оказывается, что их демотивировало, отвлекло, искусило. А когда ты искренне выкладываешься, на сто процентов. Я думаю, что Бог бывает доволен тобой. Я думаю, что Он вознаграждает нас за это. А что бы ты посоветовал другим? Ведь даже твои ненавистники не могут отрицать твоих сильных качеств. Даже Пирс Морган признался, что ты умеешь вселять мотивацию и уверенность. А многим молодым ребятам это просто необходимо. Какой бы практический совет ты им дал? Да, я бы сказал, что тут можно дать множество практических советов. С точки зрения религии нужно вести себя так, будто Бог постоянно наблюдает за тобой. Перед тобой может открыться возможность сделать что-то нехорошее, украсть деньги или что-то стащить. Но в итоге ты поплатишься, и расчет будет полным. А если ты будешь действовать правильно, как мне показал опыт, если человек исполняет договор, выдерживает сроки, не обманывает, делает что положено, проявляет благочестие, искренне вежлив по отношению ко всем, и если ты этот человек, то ты продвинешься далеко по жизни. Я еще никогда не встречал человека, который бы выполнял простые и правильные вещи, и был бы полным неудачником по жизни. Я встречал многих, кто своровал и не отдавал деньги. Они становились богатыми и теряли все сразу, подсаживаясь на азартные игры или погружались в депрессию. Поэтому нужно знать, что Бог постоянно все видит и воздаст вам за все. Это первое. А второе, я бы сказал, что в сумме ты представляешь пятерку своих лучших друзей. Ты сам создаешь свою реальность. Проблема современной молодежи в том, что они недостаточно усердно строят свою реальность. Люди, с которыми они проводят больше всего времени, ничем не обогащают их жизнь. А потом они удивляются, что у них ничего не получается. Как интересно. Ведь, по сути, ты словно пересказываешь хадис, когда говоришь, что Бог постоянно наблюдает за тобой. На арабском звучит куда лучше. Мне надо выучить арабский. На арабском высшая степень веры — это когда ты должен поклоняться Богу так, словно ты видишь Его. Потому что даже если ты Его не видишь, то Он видит тебя. А что касается окружения, то и тут есть хадис. Человек будет следовать религии своих друзей. Поэтому многое из того, что ты говоришь... Мне еще предстоит поучиться. Признаюсь, что когда я только решил принять ислам, больше всего меня пугало то, сколько всего мне предстоит выучить. Не напрягайся. Тут все просто. Страшно становится. Но и я быстро схватываю. Я же не тупой. Просто нужно будет потрудиться. Пророк сказал нам в одном хадисе. Религия проста. Кто бы ни попытался переусердствовать в религии, он только сломает себя. Поэтому учись постепенно, по мере возрастания. Аиша, одна из жен пророка сказала, что если бы в начале люди получили откровения с инструкциями о том, что можно, а что нельзя, никто бы не последовал ему. Поэтому в первых аятах, которые были неспосланы, говорилось о небесной обители, об аде, об общих понятиях. Поэтому не напрягайся. Это жизненный путь, как и кикбоксинг. В детстве ты начинал с нуля. Учился делать вертушку. А через некоторое время ты выходишь на компетентный уровень в своей сфере, как и во всем. Процесс простой и постепенный. Но я хотел бы немного поговорить с тобой о концепции мужественности. Тебя, кажется, уже обвиняли в токсичной маскулинности. Весьма размытый термин. Похож на какие-то правила общественного поведения. А что они имеют в виду? Да, словно какие-то правила поведения в соцсетях. Тупые определения терминов. Которые с бухты-барахты могут быть применены к кому или чему угодно. Нравишься ты им или нет. Очень размытое понятие. Никакой конкретики. Просто они пытаются подчеркнуть, что ты проявляешь излишнюю мужественность. И теперь врожденные в тебе качества, формирующие твое мужское поведение, каким-то образом стали пороком, вредным для общества и окружающих. Такой бред даже в голове не укладывается. Глупо и несерьезно, потому что каждый человек с мозгами понимает, что есть определенные моменты в жизни, в которых эти качества абсолютно применимы и уместны, а есть моменты, где нет. Глупо говорить, что жестокость – это проявление токсичной маскулинности. В жизни бывают моменты, когда мужчине необходимо проявить жестокость, когда у тебя дома ограбление, или ты на войне, или звонишь в полицию. Поэтому тут дело не в том, что какую-то подгруппу мужского поведения решили посчитать негативной. Они всегда были и есть. И мой аргумент в том, что они нам нужны. Просто они сталкиваются с их интересами. Тут еще забавно. Однажды я спорил с группой феминисток, как всегда. Она говорила о токсичной маскулинности, что мужчины по своей природе жестокие, и как это плохо. Я сказал ей, это тебе кажется, что это плохо, потому что ты живешь цивильной жизнью, в цивильном обществе. А я тебе скажу, что в этом нет ничего плохого. Ты просто не осознаешь, что тебе самой нравится понятие жестоких мужчин. Представь себе, я вышел из себя, или представь себе, кто-то вломился и угрожает тебе физически. Именно. И ты позовешь мужчину, чтобы он жестоко встал на твою защиту. И ты побежишь звонить в полицию. Пожалуйста, будьте пожестче и защитите меня. Ты не можешь без жестокости. То, что ты сидишь и жалуешься на токсичную маскулинность, но когда ты оказываешься в беде, то на помощь зовешь токсично-мужественного мужчину. Это только доказывает твое лицемерие и бредовость твоей позиции. Они просто пытаются промыть людям мозги, чтобы они подумали, что если ты можешь постоять за себя, и если ты проявляешь естественно заложенные в тебе качества, врожденные качества, значит с тобой что-то не так. Они хотят сбить тебя с толку, чтобы ты сказал, «Я мужчина, и все, что происходит вокруг меня, какая-то несправедливость. Я должен встать и высказаться, выступить против». А они скажут тебе, «Это неправильно, ты недостойный человек, потому что ты отстаиваешь свое мнение». А я думаю, что в таком случае все наоборот. Абсолютно. Многие думают, что понятие «идеального мужчины» или в нашем мусульманском представлении «идеальный мужчина – это жестокая тварь». Хотя на самом деле жестокость – это неотъемлемая часть или же определенная способность действовать в нужной ситуации. Просто одна из составляющих. А знаешь, у Пророка, салаллаху алейхи ва салям, и это очень интересная вещь, мы знаем, что у него одновременно было девять жен, представляешь? Вот я бы лично не справился, сам по сути. Нет, конечно, многовато. Но в данном случае это постоянные отношения. Не то чтобы ты поженился и развелся, а ты постоянно живешь с ними, одновременно. Так вот, у него было девять жен, у него было шесть детей, которых он похоронил. Только один ребенок пережил его. Вместе с тем он вынашивал скорбь по смерти своей первой жены Хадиджи, которую он очень сильно любил и которая была старше него. Она умерла. Он жил с этой болью и с болью утраты своего дяди. Мы знаем из преданий, как горько он плакал, когда умер его сын. Как он вел себя. Он же не просто поплакал и бросил все. Он поплакал, а на следующий день пошел в бой. Поплакал, а потом прочитал проповедь. Он участвовал в 19 войнах. И он не просто руководил людьми, сидя в бункере с кондером. Он лично принимал участие в этих войнах. Он воевал в этих войнах, и люди гибли. Он вел войны, управлял государством, содержал девять жен, все одновременно. Он молился половину ночи, просто представь себе, а ты говоришь, спишь по 4-5 часов. Он это время выстаивал в молитвах. Это нереально тяжело. Просто представить смерть родных детей, и он все еще наставляет людей. Просто подумать об этом с перспективой КПД, показателей производственной деятельности. На протяжении 1400 лет люди следовали учениям этого человека. От самых грандиозных концепций до самых мелких деталей. Вот тебе и влияние. Даже Пантеон, одна из ведущих организаций по рейтингу, поставила его на первое место. А как могло быть иначе? Кто может возразить? Его влияние охватывает все культуры во все времена. Вместе с тем, у нас есть Коран, есть тысячи хадисов. Это и есть образец для мусульман. Понимаешь, о чем я? Скажу открыто, у многих мужчин, даже в мусульманских общинах, как и за их пределами, у нас просто нет таких примеров для подражания, они среди богословов, им вовсе не сравнится с настоящими воинами, а воинам не сравнится с интеллектуалами. Не помню сейчас, чья это цитата, но очень сильные слова. Ты собираешься процитировать Аристотеля или Сократа? Нет, нет, я сейчас не помню, но сказано было нечто следующее. Если отделить воинствующего мужчину от мыслящего, вы получите воинствующих дураков и мыслящих трусов. Точно. Я помню похожее выражение, которое было сказано не то Сократом, не то Аристотелем, он сказал что-то похожее. Он сказал, если ты воин, то ты мыслящий человек. Ты попал в точку, кажется, один из них. Но ты прав, так и есть. Именно этого сегодня миру и не хватает. Сумасшествие какое-то, когда видишь, как эти чиновники сидят в своих кабинетах и отправляют воинов на смерть, а воины не понимают, за что они погибают. Мыслители боятся действовать самостоятельно. Удивительно, как вслед за ними все еще пытается прихрамывать общество. Но я согласен, что в этом и заключается вся суть настоящего мужчины. И когда ты рассказываешь об испытаниях, с которыми он столкнулся, и как он пошел вперед, несмотря ни на что, я думаю, что этого и хочет от всех нас Бог. Неважно, какая трудность лежит перед нами. Как бы тебе не было больно, ты должен мотивировать свое сердце, настроить себя, показать свою силу, проявить стойкость. Даже до того, как я стал интересоваться исламом, я понял, что все мои неудачи были уроком от Вселенной или от Бога и Творца, чтобы встать и показать себя, и на что ты способен. Собрать всю свою боль, отчаяние и разочарование и превратить их в силу, которой можно воспользоваться во благо и для саморазвития. И если ты не осознаешь это в жизни, то ты будешь постоянно мучиться. Жизнь для всех непростая штука. Неважно, кто ты и чем занимаешься. Нужно быть стойким. И я считаю, что ислам – это блестящий путь к тому, как действовать в таких ситуациях и преодолевать невзгоды. Мы уже приблизились к концу, и для тех, кто еще не знает, я хотел бы пояснить, что такое ислам. Ислам – это очень простая религия. Вера и поклонение одному Богу, единственному достойному поклонения. Как мы уже сегодня говорили, это не личные прихоти, не общество, не матрица и не так называемый ЛМП, или либеральный мировой порядок. Ничто из этого. Это вера и поклонение одному Богу, а также вера во всех пророков – Авраама, Моисея и Иисуса. И мы верим в заключительного пророка Мухаммада, салаллаху алейхи ва салям, которого мы приводили в пример минуту назад. Если кто-то из вас верит в только что упомянутое, то вы уже мусульмане. И вам осталось лишь начать совершать ежедневную пятикратную молитву, что Эндрю уже и предпринял. Очень приятно, что ты с нами в студии. Я понимаю, что ты немного подустал, не хочу утомлять тебя еще больше. Я даже не знаю, сколько мы тут беседуем. Сколько времени прошло? Но я думаю, что как раз время. Я думаю, что мы можем встретиться по мере того, как я двигаюсь вперед и набираюсь знаний, становлюсь мудрее. И думаю, что через год или месяцев через шесть-семь мы можем снова встретиться и что-то предпринять. Абсолютно. Если мы можем быть полезными, мы всегда на связи. Если тебе понадобится дополнительная информация, какие-то исследования и все такое. Ты часть общины. Я хотел бы обратиться к мусульманской общине. Мы все обязаны проявить верность и единство с Эндрю Тейтом. В том смысле, что он стал одним из наших братьев. И непростительным было бы повторять слова некоторых мусульманских феминисток. Как раз их-то и следует отвергать. Эндрю Тейт наш брат. Его грехи полностью смыты. Ну и на этом, наверное, все. Спасибо большое, Эндрю, что ты к нам пришел. Спасибо большое тебе, дружище. Очень познавательно и интересно. Спасибо. 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 Спасибо.